Врач, фитотерапевт, диетолог Борис Качков. Автор сотен видео в интернете на своем канале YouTube про здоровье, правильное питание, лечение, в том числе и народными средствами. А также автор десятков опубликованных книг, брошюр, научных статей, более тысячи статей в газетах, журналах, интернете. Сегодня решил написать новое видео. Диета борщевая для здоровья. Диета на борще поможет вам укрепить иммунитет и очистить организм. Подготовиться к беременности и быстрее восстановиться после перенесенных заболеваний. А также по вашему желанию снизить или набрать вес. Что такое борщ? Ну если борщ постный, это отвар из овощей и фруктов, а также зелени. Да, фрукты там тоже могут быть. Это интересный компонент, который только усиливает свойства борща. Как источник белка могут добавляться бобовые либо грибы. А вот если борщ не постный, чаще всего его готовят на свинине, говядине, телятине, курице, индейке. Учитывая такой достаточно разнообразный состав входящих в борщ ингредиентов, можно подготовить не только вкусный, но и полезный для здоровья борщ со всеми выше приведенными свойствами. Правда ингредиенты придется менять местами количественно и качественно. Но вам же нужен результат, а не просто поесть. Поэтому смотрите видео дальше. А с помощью правильно приготовленного борща, в разных количествах комбинируя его основные компоненты, можно провести очищение крови и очищение лимфы. Очищение кишечника и очищение организма в целом. А также заодно укрепить иммунитет после перенесенных заболеваний. Быстро восстановиться после тренировки. Или подготовиться к ответственным соревнованиям. Правильно подготовиться к беременности. И сопровождать беременность, как достаточно сложный процесс в организме любой женщины. А по желанию, как дополнительная опция, можно либо набрать, либо быстро снизить вес. Но снизить вес не просто быстро, а безопасно для вашего здоровья. Причем как снижение, так и набор веса будет происходить без чувства голода. Просто как только появляется аппетит, вы принимаете борщ. Поэтому просмотрев это видео до конца, вы узнаете, какие компоненты в большей мере помогают очищать организм. Что помогает в большей мере укреплять иммунитет. А также какие компоненты нужно контролировать для регуляции веса. В зависимости от того, в какую сторону вы хотите, чтобы вес пошел. Вверх или вниз. Поэтому смотрите видео дальше. Дальше будет много интересной информации. Какие же компоненты в большей мере помогают очищать органин, укреплять иммунитет и одновременно регулировать ваш вес. Самый главный компонент борщевой диеты. Это вода. Вода в борще самые значительные по количеству компонентов. Поэтому самая лучшая вода. Это максимально очищенная от минеральных солей. И полностью очищенная от микроорганизмов, грибов, вирусов. А также токсичных продуктов их жизнедеятельности. Вам же нужен борщ для здоровья, а не бульон из микробов и патогенных грибов с их токсинами. Если вас диета на борще интересует и хотите получить снижение веса, для приготовления борща в кастрюле емкостью 3 литра должно быть 12-13 стаканов воды. А вот для контроля веса, либо чтобы набрать вес, борщевая диета должна включать 10-12 стаканов воды. То есть меньше. Учитывая постоянный объем суточной порции в 3 литра борща, то уменьшая, либо увеличивая количество воды, вы регулируете второй по количеству компонент. Это углеводный компонент в борщевой диете. При этом количество поступающей воды меняется в меньшей степени. Ведь и овощи, и фрукты примерно на 85-90% состоят из воды. А чем их больше, тем больше витаминов и микроэлементов в этой диете. То есть тем более она полезна. И вы можете вести более активный образ жизни, не нарушая свой уровень здоровья. Не подсаживая свой иммунитет. А это важно. Ну смотрите дальше, дальше интересные вещи будут. Но! В системе очищения вашего организма вода пассивный компонент. Да она активно может растворить многие полезные и неполезные вам вещества. Последние она может вывести из вашего организма. В случае, если ей не мешает второй входящий в борщ основной компонент. О котором я расскажу прямо сейчас. А второй по значимости. Но пожалуй, внешне кажется самый ничтожный компонент это поваренная соль. Однако от ее количества зависит обмен воды в вашем организме. Хлорид натрия великолепно удерживает воду в кровеносном русле и в организме в целом. Если вы употребляете его в неумеренных количествах он вызывает отеки и задержку воды. Нарушает работу почек. А вот если в суточной порции борща поваренной соли будет 2-3 грамма то есть до пол чайной ложки. Это не способствует удержанию воды в организме. В этом случае борщевая диета дает активное снижение веса. А вода одновременно помогает не только снижать вес но и способствует очищению крови за счет активной работы почек которые выводят растворимые в воде продукты жизнедеятельности или шлаки. Более значительное количество натрия хлора то есть чайная ложка или 5-6 грамм и вес будет удерживаться на стабильном уровне. А вот если диета на борще для набора веса она требует еще большего количества поваренной соли. Также очень важно когда правильно посолить борщ. От этого также зависит в какую сторону пойдет ваш вес. Снижение веса либо вес будет набираться. В последнем случае да и в случае снижения веса очень важно контролировать третий компонент. О котором я расскажу прямо сейчас. Третий обязательный компонент борщевой диеты который делает ее не только значительно богаче витаминами но и активнее в плане очищения вашего организма очищения крови и лимфы это жиры. Будете вы использовать масла растительного происхождения либо жиры животного происхождения не имеют большого значения. занимая относительно небольшой объем напомню максимальный объем кастрюли суточная доза 3 литра жиры приносят с собой самое большое количество калорий. Поэтому закладывая жиры в борщ на глазок вы рискуете не получить желаемый результат. Потому как если вам нужна борщевая диета для снижения веса тогда лучше использовать исключительно растительное масло в количестве 2-3 столовых ложки в сутки. Вот если вам нужна борщевая диета для сохранения веса тогда вы используете 1 треть жиров растительного происхождения 2-3 животного а количество жиров общее количество примерно 1 грамм на 1 килограмм массы тела в сутки. Вот если вам нужна диета на борще для увеличения веса тогда жиры нужно также увеличивать в соответствии с возможностями вашей пищеварительной системы и соотношение жиров также 1 треть растительного происхождения и 2 трети животного. В любом случае обладая желчегонной активностью жиры помогают печени очищать вашу кровь. С помощью жиров происходит не только очищение крови но и очищение лимфы очищение организма в целом но только жиры попадают в лимфатическую систему и могут помочь активизации лимфотока очищать ваш организм. Что усиливается при комбинации с пятым компонентом борща. А вот усилить перестальтику кишечника предупредить запор а запор часто возникает на любых других диетах а также усилить очищение кишечника борщевая диета позволяет. Но для этого нужна правильная комбинация уже жиров с четвертым и пятым компонентами. о которых я расскажу прямо сейчас. Четвертый компонент который всегда содержит борщевая диета это овощи. Но можно использовать и фрукты. Они занимают в кастрюле основное свободное от воды место. И чтобы приготовить вкусный и полезный для здоровья борщ нужно примерно 500-600 грамм овощей и фруктов. Но без учета картофеля. Если вам нужна диета для снижения веса картофель ограничивается до нуля. Если же вам нужна диета для набора веса тогда долю картофеля в борще увеличивают. При этом овощи и фрукты обогащают борщ не только очищенной водой. Для этого нужно знать как правильно выбрать овощи и фрукты под борщ. В этом случае вода из овощей и фруктов помогает очищать кровь удаляя через почки и кожу различные токсины. Но овощи и фрукты одновременно обогащают борщ и простыми и сложными углеводами. А также витаминами макро-микроэлементами другими биологически активными веществами. Что делает ваш борщ достаточно полноценным блюдом. И дает возможность соблюдать борщевую диету значительно больше чем одна неделя. Реально на борщевой диете можно находиться и 2 и 3 недели зная как правильно приготовить борщ и правильно его использовать. А содержащаяся в овощах и фруктах клетчатка не только активирует перистальтику кишечника, но и впитывая воду с токсинами. Увеличивает объем испражнений. А также создает благоприятную среду для сапрофитной микрофлоры кишечника и предупреждает дисбактериоз кишечника. А обострение дисбактериоза кишечника результат, которым часто заканчивается чуть ли не каждая вторая диета для похудения. Однако у вас лечение дисбактериоза не начнется. Если борщевая диета богата пятым компонентом, вы о нем не забыли и правильно используете. Об этом я расскажу прямо сейчас. А пятый компонент это пряности или пряные растения. Которые не только создают уникальный вкусный борщ. Причем диета на борще становится еще и более полезной. Потому как лучше усваиваются другие полезные вещества из борща. А одновременно эфирными маслами, либо горечами, либо другими активными веществами пряные или пряно-ароматические растения помогают подавлять активность патогенной микрофлоры в вашем кишечнике. Одновременно улучшая переваривание пищи. А это полезно в любом случае. Потому как если нужна диета для набора веса, это понятно, что полезно. Потому как пища лучше переваривается. Также если нужна борщевая диета для здоровья, тоже понятно. Она становится более полноценной. Однако, если нужна диета на борще для снижения веса, это, как ни парадоксально, также полезно. Потому как улучшение переваривания пищи повышает скорость обмена веществ в вашем организме. И дает похудение и снижение веса более комфортно, физиологично. Не быстрое, но надежное. А ускорить этот процесс и сделать его более результативным помогает шестой компонент. О котором я расскажу прямо сейчас. А шестой компонент борщевой диеты это зелень. Ну какая же диета на борще без зелени? Борщевая диета обогащается зеленью в основном, чтобы сделать не столько вкусный борщ, сколько еще более полезный для здоровья. Ведь зелень закладывается в конце приготовления, чтобы сохранить больше витаминов. И помочь овощам, пряностям сделать еще более безопасным седьмой компонент. О котором я расскажу прямо сейчас. А седьмой компонент, он белковый. Если вы готовите постный борщ для похудения, тогда используются грибы, мобовые. А вот если вам нужен не постный борщ для похудения, тогда используйте телятину, либо птицу, курицу, индейку. Вот если вам нужна диета на борще для набора веса, вам нужна свинина, либо говядина. В любом случае, количество белков в сутки примерно 1 грамм на 1 килограмм массы тела. Разве что борщевая диета для набора веса должна учитывать и возможности вашей пищеварительной системы переваривать белки. А вашей печени усваивать. Но в этом случае, если вам нужно более активно набирать вес, кроме белкового компонента, важно еще использовать восьмой компонент, о котором я расскажу прямо сейчас. А восьмой компонент борщевой диеты это сахар. Причем используется он в основном для диеты для набора веса. И требуется всего 1 чайная ложка сахара. Если сахар поступает в начале приготовления борща, то он помогает более активно разварить овощи. И соответственно улучшить их усвоение. В других случаях сахар лучше не использовать. А вот девятый компонент подойдет под любой борщ. И для снижения веса, и для набора веса, и для сохранения веса. Потому как он позволяет контролировать очень опасные, потенциально опасные компоненты, которые находятся в борще. Это нитраты. Но только если вы используете правильно девятый компонент, опасные нитраты, которые могли бы превратиться в канцерогенные нитриты и со временем вызвать онкологию, становятся более безопасными. А что это за девятый компонент? Вы узнаете прямо сейчас. Учитывая опасность нитратов для вашего здоровья, девятый компонент обязательно должен входить в борщ, чтобы их нейтрализовать. И важно знать, чем подкислить борщ. Традиционно используют томаты. Однако в томатах, как и в морковке и свекле, достаточно много щавелевой кислоты. А это существенно обедняет ваш организм к кальциям. Если бы вы борщ использовали раз в неделю, в две, это не имело бы проблемы. Но так как вы хотите использовать борщевую диету и употребляете борщ несколько раз в день, проблемы с кальцием создадутся. И пострадают не только зубы или суставы, но и почки. Потому как в них могут накапливаться оксалаты кальция. Поэтому подкислять борщ я бы советовал не томатами, а лимонным соком. А чтобы не терять, а накапливать кальций в вашем организме, борщевая диета должна содержать и десятый компонент. О котором я расскажу прямо сейчас. А вот десятый компонент, он помогает сохранить кальций в организме. Для этого всего 1-2 стакана воды. Нужно заменить молочной сывороткой. Содержащийся в молочной сыворотке кальций легко блокирует всасывание щавелевых веслоток в крови с кишечника. И накопленный ранее кальций не теряется. Частично эту функцию выполняет и сметана. Но сметана далеко не в каждой диете на борще может применяться в достаточных количествах. Поэтому вам нужен одиннадцатый компонент, о котором я расскажу прямо сейчас. А одиннадцатый компонент, это чем заправить борщ перед употреблением в пищу. Если вам нужна борщевая диета для снижения веса, лучше ничем не заправлять. Или заправить йогуртом с нулевым процентом жирности. Либо кефиром. Но йогурт больше напоминает сметану. А вот если вам нужна борщевая диета для сохранения веса, тогда можно заправить и сметаной. Жирность которой не имеет большого значения, имеет значение количества. Вы можете взять одну чайную ложку 20% сметаны или две чайных ложки 10% сметаны и получить практически один и тот же результат. А вот если вам нужна борщевая диета для увеличения веса, нужно исследовать возможности вашей пищеварительной системы, поджелудочной железы и печени. Чтобы вместо набора веса не спровоцировать диарею и очень быстрое снижение веса. А также легко спровоцировать панкреатит, желчекаменные болезни обострить. И создать серьезные проблемы для продолжения борщевой диеты. Хотя она очень прекрасна при правильном использовании для вашего здоровья. Все эти компоненты нужно обязательно учитывать, когда вы готовите борщ для здоровья. А тем более, когда вы хотите получить больше. В каждом конкретном случае, если вам нужна борщевая диета для снижения веса, либо для увеличения веса, либо диета для очищения кишечника, крови, лимфы, организма в целом, для подготовки к беременности, занятиям спортом, к восстановлению после них. Нужно знать нюансы. Нужно знать, как приготовить вкусный и полезный борщ. Как правильно принимать борщ на протяжении дня в каждом конкретном случае. А также какие другие факторы нужно учитывать, чтобы из одного и того же по названию блюда получить вкусный борщ. И нужный вам сегодня результат. Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать с привычными подписчиками моего канала словами крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. И пока вы думаете, кому отправить на него ссылку, как поставить на него лайк, я подумаю, какое еще видео написать на эту тему для вас. До новых встреч на моем канале! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok